Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня, друзья, нас ожидает день индекса FPMI, активности в производственном секторе и сфере услуг сразу нескольких ключевых экономик. В 7.30 по GMT ждем аналогичную статистику, эти данные по еврозоне. Далее в 8.30 по GMT выйдут данные по индексам деловой активности в Англии и, может быть, еще важнее, в 13.45 американская статистика, потому что у нас также ожидается объективная оценка того, что изменилось в этом месяце по состоянию именно сферы услуга и промышленности американской экономики. Возможно, самый важный релиз уже будет в переходе с торговой сессии четверга на пятницу. Это данные по инфляции в Японии. Общенациональный индекс потребительских цен имеет очень большое значение, потому что является чуть ли не основным ориентиром для Банка Японии в оправдании жесткого подхода к проведению монетарной политики. И чем, соответственно, будет больше на рынке предпосылок для усиления инфляционного давления, тем будет больше вероятность того, что Банк Японии согласует как минимум еще одно повышение ключевой процентной ставки до конца этого года. Как вы помните, если вернуться к идее по паре доллар-иены, я уже подсвечивал очень хороший потенциал долгосрочного характера того, что этот дуэт финансовых инструментов обновит многомесячные минимумы и вскоре протестирует уровень поддержки 140 иен за доллар. Нет сомнений в том, что это произойдет, но все зависит от того, как быстро Банк Японии согласует вот это вот решение, которое предполагает еще одно повышение ключевой процентной ставки. И если сегодняшний отчет по инфляции нам подскажет и окажется в соответствии с прогнозом действительно выше, чем показатель инфляции в прошлом периоде, ожидается рост индекса потребительских цен с 2,6 до 2,7% в годовом выражении. Я думаю, то, что покупки иены станут чуть ли не основной доминирующей идеей, и мы сможем оказаться под закрытием текущей пятидневки на еще более низких ценовых уровнях по данному дуэту активов. Индекс доллара 101 пункт, друзья, это уже декабрьские минимумы, как раз те уровни, которые мы с вами обозначали много месяцев назад, как первые остановки, которые встретятся на нашем пути, которые нужно будет пройти. Вчера я уже отмечал, что не ожидал, что индекс доллара так стремительно будет валиться за такой короткий промежуток времени. Но опять же есть то, что есть, и учитывая, что мы с вами продавцы доллара, наверное, расстраиваться точно не стоит. Следующая цель 100 пунктов. Доберемся мы до этого уровня до выступления Павла. Я думаю, что даже если не до выступления Павла, то в момент его обещания и акцента на то, что политика будет смягчена в сентябре, этого будет достаточно, чтобы на вот этом импульсном движении отправить индекс доллара к психологической плите планки в 100 пунктов ровно. Вчера вышли протоколы последнего заседания американского регулятора. Вы знаете, ничего нового, что можно было бы прям подсветить и сказать, что вот есть отличие, и вот есть еще одно основание, которое должно убедить нас в том, что политика будет стремительно смягчаться. Я очень надеюсь на то, что вам, в принципе, не нужны уже эти доказательства, потому что мы их получили уже слегка. Достаточно доводов в пользу того, чтобы ставку начали корректировать. Но протоколы ясно дали понять, что в сентябре действительно ставку, скорее всего, снизят. И здесь тоже ремарка. Заседание американского регулятора, прошлое, состоялось буквально за два дня, когда вышли данные по Non-Farm Perils. Это та самая статистика, которая стала шоковой для многих, и та самая статистика, которая обвалила мировые фондовые индексы. Уровень безработицы, как вы помните, вырос со 4,1 до 4,3 процентов. Это максимум с 2021 года. Почему все снова заговорили о том, что американская экономика полномерно движется к состоянию рецессии. Но с тех пор настроение удалось стабилизировать, они улучшились, фондовые рынки катили. И, по сути, в одном небольшом шаге от того, чтобы вернуться к историческим максимумам. В целом, мы знаем то, что происходит в американской экономике. Мы знаем, какие настроения сейчас присутствуют в рамках элитного комитета управляющих Федрезерова. Мы готовимся к снижению процентной ставки. Это не должно быть какой-то неожиданностью для рынка, потому что, судя по инструментам FedWatch Tool, под это событие закладываются все уже очень давно. И я просто полномерно хочу вам снова подсветить идею того, что если мы ожидаем смягчения американской монетарной политики от каскада 25 бывающих пунктов, потом еще два решения до конца этого года на логичное количество пунктов, то, соответственно, мы должны быть уверены в том, что индекс доллара может обновить новые многомесячные минимумы. И этой идее я предлагаю придерживаться. Сегодня, кстати, выйдут данные по индексам PMI производственного сектора и сферы услуг США. Ожидается, что производственный сектор так и останется в зоне спада, то есть ниже 50 пунктов. В сфере услуг прогнозируется снижение индекса с 55 до 54 пунктов. По идее, слабый отчет может усилить дополнительное давление на курс американского доллара. Золото 1500 долларов за тройскую унцию. Опять же, прежние факторы доллар, трежерис и ситуация сантимента. Но сантимент очень нестабилен в последние дни. Мы видим уход от экстремальных значений индекса к пограничной территории в 40-50%, когда в целом на рынке присутствует одинаковое количество покупателей и продавцов. Если, друзья, вы не готовы рисковать, считайте, что у вас есть чуть ли не финальная возможность перед выступлением Павла все-таки взять и зафиксировать результат того роста, который был продемонстрирован в золото. Потому что, в конечном счете, если вы будете рисковать, и рынок пойдет не туда, куда нужно, виноваты будете только вы, потому что это ваше торговое решение. Европейская валюта против доллара 1,1145. Рост продолжается. Мы ранее разбирали данные по инфляции. Нашли еще один убедительный довод в пользу того, чтобы Европейский центральный банк притормозил со смягчением экономической политики. Сегодня выйдут данные по индексам активности производственного сектора и сферы услуг Германии Еврозоны. Можно объединить все эти индексы в составные показатели, которые включают, собственно, активность в обоих секторах. И по Еврозоне ожидается, что индекс восстановится с 50.1 до 50.2. И в Германии, на самом деле, в Германии все по-прежнему так себе. Индекс остается в зоне спада. Будет ли статистика прям сильным драйвером для евро? Я думаю, что нет. И надеюсь, вы уловили посылы с моей стороны в последние дни, что статистика особо не сильно сейчас влияет на динамику евро. Евро ведомый актив, а ведущим инструментом здесь выступает уже американский доллар. Британская валюта 1.3085. Ждем аналогичные данные по активности сегодня по английской экономике. Наибольший акцент нужно будет сделать на сферу услуг. И здесь ожидается рост показателей с 52.5 до 52.8. И еще в конце этой недели состоится выступление главы банка Англии Белли. И все вот эти релизы будут им учитываться в его риторике, потому что он точно должен проговорить планы по изменению ключевой процентной ставки. Если мы получим, друзья, сигнал того, что банк Англии пока принял решение сохранить статус-кво, то рост британской валюты, безусловно, продолжится. И это позволит покупателям заработать еще больше на устойчивом восходящем тренде. Доллар и иены уже проговорили. Кстати, фактор поддержки для японской иены еще политическая неопределенность Японии. Учитывая то, что Кисида, по сути, премьер-министр Японии, ушел в отставку. Либеральная демократическая партия назначила новые выборы на 27 сентября. Есть уже имя практически преемника, который точно получит премьерское кресло. Но вот результаты общественного вопроса показывают, что это действительно так. Его фамилия Исиба, и он известен как сторонник ястребины жесткоммунитарной политики. И уже, собственно, отметил, что будет взаимодействовать тесно с Банком Японии и Минфином. И не допустит девальвации, обвала курса национальной валюты, которую мы наблюдали при Кисиде. Ну, посмотрим пока фон крайне располагающий к тому, чтобы мы удерживали короткую позицию по паре доллар-иена. Американский фондовый рынок S&P 500, 5632 пункта. Я предлагаю здесь замахнуться на обновление исторических максимумов уже до конца этой недели. Почему бы и нет, друзья, не так уж и далеко остается. И рынок нефти снижения продолжается уже по бренду 76 долларов за баррель. К тем факторам, которые ранее я озвучивал как основа для развития медвежьей динамики, стоит отметить еще снижение. Объективное снижение геополитической напряженности после того, как госсекретарь США Блинкин дал понять то, что Нитиньяху принял ряд предложений по урегулированию кризиса. Эти предложения могут лечь в основу будущего мирного соглашения. Надеюсь, что не будет никаких форс-мажоров, и мы придем к этому долгожданному мирному соглашению. И еще крупнейшее ливийское месторождение нефти Шарара возобновило работу. Это значит, что рынок вернется снова как минимум 80-85 тысяч баррелей в сутки. Тоже негативный фактор, который может усилить развитие нисходящей динамики. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.